До того, как Дима Масленников стал известен, он профессионально занимался танцами и даже снимался в клипе DJ Smash. До того, как Дима Масленников стал известен, у него даже получилось окончить финансовый университет и открыть свой собственный бизнес, студию печати на футболках. До того, как Дима Масленников стал известен, около десяти попыток обрести славу на YouTube у него с треском провалились. Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня мы расскажем вам о жизни Димы Масленникова до того, как он стал известен. А пока реклама. Открой новый мир со свободным полетом, качайся на сюжетных квестах, участвуй в массовом PvP и побеждай рейдовых боссов в новом проекте Вравлэйшн. Присоединяйся, ссылка в описании. Сегодня мы будем ломать, крушить и резать новую порцию предметов, которые вас удивят. В очередной раз мы попытались собрать всю возможную информацию о новой звезде YouTube, о том, кого вы так долго желали, Диме Масленникове. А сделать это было, честно говоря, далеко не так просто. Так что предлагаем прямо сейчас поставить лайк этому видео и приступить к просмотру. Эй, чувак, ну не делай вид, что тебя это не касается. Привет всем, меня зовут Димка Масленников, и я наконец-то решил добавить в мою студию немного новогоднего настроения. На 100% неизвестно, сколько Диме Масленникову лет. Но из одного старого видео можно предположить, что, скорее всего, ему 27. 27 лет. Диме 25, а мне 27. Мне даже 27. Уф, я самый молодой. Родился он, скорее всего, в Москве, там же окончил 1384-ю школу с углубленным изучением математики. Мальчик с детства блистал своей предприимчивостью, всегда знал, чего хочет от жизни, поэтому даже поступил в универ на финансиста. До того, как открыть канал на YouTube, он интенсивно занимался танцами, в основном в стиле хип-хоп. Инстал. Кстати, это не было простым безобидным увлечением. В этой сфере он добился серьезных результатов, и его банда даже успела сняться в клипе у DJ Smash. Это тот самый DJ Smash, который когда-то пел с Тимати и занимал первые места отечественных хит-парадов. И, надо сказать, клип получился действительно неплохой. Также, Диму вы могли видеть в шоу «Танцуй» на первом канале. Но мало кто смог подняться на карьере дэнсера, и у нашего героя тоже не вышло сделать исключение. Тогда он решил попробовать себя в бизнесе, открыв свою собственную студию печати на футболках. Но и это дело, видимо, у него не очень выгорело. И он решает попробовать себя на YouTube. Да, сегодня его знают многие, как ютубер-охотника за привидениями и обладателя канала Миллионника. Но с чего же все начиналось? Стартовал канал Дима не один, а со своим другом детства Сашей. Первое их шоу называлось «Погнали репортаж». Меня зовут Саша Лихошерстов, я из «Погнали шоу». И сегодня мы ведем репортаж фестиваля красок Color Fest. Вместе с друзьями они устраивали обзоры различных мест и предприятий. От музеев до салонов красоты. Правда, множество первых попыток снять что-то дельное в итоге просто проваривалось. Через время Дима собрал хорошую команду и начал два авторских проекта. «Погнали репортаж» и «Погнали приготовим». В первом снимались различные выставки, фестивали и прочие малоинтересные современному зрителю мероприятия. Ребята старались и снимали качественный материал с видеоэффектами и хорошей подачей. Но тема оказалась невостребованной, поскольку... Поскольку, ну, кто будет смотреть обзоры интересных мест Москвы? Разве что только сами москвичи, да и то лишь мизерная их часть. «Это невероятный Скайтаун, который приехал к нам из Германии и уже успел понравиться многим москвичам». «Это настоящая паутина из различных необычных препятствий». «Спогнали приготовим новым нереально крутым шоу парней». Дела обстояли примерно так же. Ребята звали в гости поваров и старательно мешали им рассказывать о приготовлении того или иного блюда. К сожалению, все это мало чем отличалось от унылых кулинарных передач по ящику. Неудивительно, что очередная попытка успеха снова провалилась, и проект ограничился всего двумя сериями. «Навалить салата айсберга вкусного душистого». «Вспоминается Леонардо Ди Каприо немножко». «Потом навалить душистых помидорок». «Лучка и свежих карнишон». Хотя, возможно, у ребят бы и вышло в итоге сделать крутой кулинарный канал. Но их, видимо, эта перспектива не сильно возбуждала. Позже они нашли еще одну новую симпатичную 17-летнюю участницу их коллектива – Таню. Она присоединилась к их команде. Вместе с ней они снимали шоу «Сто одно дело», где каждый выпуск пробовали что-то новое. Прыгали на батуте, делали битбокс, бегали 10 километров, устраивали кулинарную битву и много других дел. С этим шоу дела ребят кое-как все-таки сдвинулись с мертвой точки. И отсняв почти 30 выпусков, каналу удалось собрать первые 70 тысяч подписчиков. Ах, да, еще же была рубрика «Вот о факте», где ребята угадывали различные предметы. Она тоже внесла свой вклад. Тяни! Ооо, ты шоу на битву комы? Я понял, что это такое. Это соска! Однако, даже спустя полтора года такой работы, видосы по-прежнему не собирали больше 30 тысяч просмотров, несмотря на то, что они были довольно-таки качественными. Да и темы там поднимались интересные. За все это время на канале сменилось три команды. Ребята разочаровывались и уходили. Но Дмитрий не опускал голову и не забрасывал канал, а искал все возможные пути прогресса, которые только мог придумать. Как вы уже поняли, была куча проектов, в том числе и тех, которые сейчас уже на канале вы не отыщите. Контент собирался очень разнообразный, но реально сногсшибательного успеха, конечно же, не было. Но тут, после долгих попыток, блогер таки открывает что-то на самом деле фееричное. Да-да, речь о том самом Ghostbuster, в котором он лазит по заброшенным зданиям, каждый раз попадая в различные приключения. А с учетом того, что я нашел еще и труп собаки, по телу пробежал жуткий холодок. Это шоу вывело его на новый уровень. Во-первых, идея лазить по развалинам в поисках мистических переживаний уникальна. До этого такого на YouTube еще никто не делал. Во-вторых, хоть реальность паранормальных явлений подвергалась обильной критике со стороны зрителей, для всех было очевидно, что сделано все это на самом деле очень качественно и интересно. Использовали новую схему оборудования и перенесли все приблуды буквально мне на голову. Было пипец неудобно, но мы справились и картинка получилась действительно крутой. Что и говорить, в некоторые моменты захватывают дух даже у самого смелого и циничного зрителя. Более того, очень много людей жаловались на то, что не могли уснуть ночами после просмотра его ужасающих роликов. И давайте честно, по сути даже не имеет значения, на самом ли деле все это происходило. Ведь его актерская игра и монтаж в конечном итоге дает те неповторимые эмоции страха, так желанное многими. Именно этим проектом Дмитрий показал свою самобытность и уникальность, значительно нашумев в интернет-сообществе. И здесь стоит отметить, что первоначально канал назывался «Погнали шоу» по имени их самой первой рубрики. Но впоследствии друзья покинули проект. Точно не ясно почему. Сам Дима давал только такой комментарий. И наша любимая Таня, которая сейчас вышла на работу. Мы очень рады этому событию. Она трудится как передовик производства 5 дней в неделю. Но, скажем честно, это выглядит несколько смешно. Возможно, истинная причина кроется в успехе шоу Госбастера. Видимо, ребята поняли, что все, что они делали до этого вместе, не имеет даже близко такого успеха, как то, что Дима снимает в одиночку. И весь энтузиазм просто сдулся. Кстати, аватарка канала с тех времен до сих пор не изменилась. Вот почему на ней до сих пор изображены два бегущих человека, а не фото Димы. Очень удивительный факт. Но на тот момент, сняв уже такое огромное количество роликов, у ютубера даже не было собственной камеры. Это еще раз подчеркивает его предприимчивость и затыкает рты молодым ютуберам, постоянно плачущимся, что у них нет крутой камеры, света и так далее. О боже, какая трагедия. Впоследствии Дима придумывает еще один крутой формат, где он скептично оценивает лайфхаки различных каналов. Ну а сейчас делаем легкое обрезание сельдерии. И давайте протестируем ее на нашем сюрприз-боксе. Ну, роза прям получилась изумительна. Таким образом, ему умело удается сыграть на трендах и популярности других каналов до этого неизвестным форматом. Из тон хаков он выбирал несколько штук и посвящал их проверке отдельные ролики, которые надо отдать Дмитрию должное, приносили ему по несколько миллионов просмотров. Отместку хозяин всеми любимого кота Куки, чьи лайфхаки частенько попадались под нож Димы, победил в номинации самый полезный видеоблогер, оставив охотника за привидениями позади. Помимо сливок, наш герой исследовал лайфхаки и других известных видеоблогеров, таких как Мамикс, Эни Мэй, Дипт, Гофри Витт. И в итоге добился своего и собрал таки почти полтора миллиона подписчиков. Но на этом он останавливаться не планирует и придумывает новые идеи, заслуженно собирая все больше и больше подписчиков. Достаточно успешно зашла его новая рубрика, где он распиливает различные предметы, чтобы узнать, что там внутри. Чтобы посмотреть, что у Мишутки внутри, я предлагаю использовать ножнички. Но у меня есть вариант получше. Звуковой контейнер скрывается в лапе и представляет собой простейшую колонку из динамика, платы и батарей. Конечно, такой формат для Запада уже не новинка, но для русского Ютуба свежий актуален. Нам же остается только удивляться, каким образом у нашего героя выходят делать такие технически качественные видосы. Совсем скоро блогер обещает порадовать народ новым проектом в стиле выжить любой ценой с Биаром Грилсом, где он будет колесить по миру и испытывать себя на прочность в условиях дикой природы. Но это уже совсем другая история. А это была история Димы Масленникова до того, как он стал известен. Чтобы вы его еще больше ждали. Это правда, это очень близко. Переходи по ссылке в описании и голосуй за новых героев шоу в нашем паблике ВК. Также подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых, отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.